Канал Россия постоянно врет. Аналитики дождя то и дело ошибаются. И только комментаторы из одноклассников знают всю правду. Это программа «Класс народа». Новости, от которых взрываются банки с консервацией. Новость, которая сильнее всего возмутила ОК жителей на этой неделе. Спортивный арбитражный суд не допустил наших спортсменов к участию в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Нетрудно догадаться, как отреагировали пользователи. Коротко позицию россиян выразил некто Борис Грызлов. Я даже думаю, это не однофамилец, а именно тот самый. Первым делом комментаторы новостных пабликов, конечно же, обратились к Богу. Нас поддержали даже наши союзники из Казахстана. Многие принялись анализировать причины такого решения арбитражного суда. Светлана Игнатенкова-Чмарова, например, считает, что наших спортсменов просто боятся и поэтому ставят спицы в колеса. Светлана, если вы нас сейчас смотрите, когда в колеса ставят спицы, это хорошо. Ну и говорить про колеса под новостью об инвалидах, это как-то не очень. В конце хочется сказать, наши спортсмены точно победили бы на Паралимпиаде, потому что в стране, где для инвалидов не создано никаких условий, они очень быстро прокачиваются. И я бы хотел сказать им какие-то слова поддержки, но лучше, чем Лариса, не скажет никто. Новость, которая вызвала самую оживленную реакцию на этой неделе. Журналистку новой газеты и радиостанции «Эхо Москвы» Юлию Латынину облили фекалиями. Давайте я немного переформулирую. В 21 веке в центре большой страны напали на женщину, облили ее какашками, сняли это на видео, выложили на всех новостных сайтах, попутно ее сильно унизив. Окей, теперь к реакциям пользователей. Единственную попытку как-то проанализировать ситуацию предпринял некий Петр. В общем, хочется обратиться к великому русскому писателю Владимиру Сорокину. Владимир Георгиевич, мы ничего не проеб... Некоторые комментарии к новостям настолько хороши, что говорят сами за себя. Это рубрика «Комментарии без комментариев». Билл Гейтс стал самым богатым бизнесменом в истории. Подаренные олимпийским чемпионом BMW выставлены на продажу. Крупнейший в мире дирижабль «Айрлендер» сел на брюхо. Северная Корея пригрозила США и Южной Кореи ядерным пепелищем. Елена Мизулина заинтересовалась интимными фото детей в социальных сетях. На юг России перебрасывают крупную группировку войск. 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 Продолжение следует...